Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы опять традиционно снимаемся в офисе компании Skyeng, знакомой его обстановке. Спасибо компании Skyeng за предоставленные возможности. Все это проходит при поддержке курсов LearnPython, конференции MoscowPython.com, ссылочки традиционно в описании. Сегодня с вами Григорий Петров, DevRel компании Evron, евангелист MoscowPython, Злата Буховская с Чайком, Тим Литтен Видео, евангелист MoscowPython. Меня зовут Валерий Набровский, сооснователь MoscowPython и DryLabs. И сегодня у нас в гостях Юрий Кошевой, разработчик в компании АТО, выпускник курсов LearnPython. Да, с вами традиционная рубрика рекламный ролик на 40 минут, или, как мы это еще любим назвать, путь джуна. Как люди входят в IT и как это происходит с помощью наших курсов. Юрий, здравствуй. Спасибо, что пришел сегодня к нам. Ну, традиционно начинаем с вопроса. Как вообще пришла мысль начать учить Python, и вообще начать учить программирование? Как ты решил прийти к этому? Ну, вообще с программированием я еще с института познакомился. То есть я в техническом ВУЗе учился, но, наверное, ВУЗе больше отбивали желание очень программирования, чем как-то пытались привить его. Очень интересно ложиться, так сказать, в контекст нашего предыдущего подкаста, где мы как раз про ВУЗовское образование разговаривали. Ну, по крайней мере, в моем ВУЗе было именно так, то есть у нас там были плюсы, и преподаватели совсем не хотели что-то там как-то интересно рассказывать, то есть как будто нас туда погрузили, и как-то мы там барахтались. В общем, мне это не очень на тот момент понравилось, но я хотя бы какие-то основы понимал, что это такое. Потом, собственно, я закончил ВУЗ, и, ну, наверное, тут немножко моя ошибка была в жизни в плане того, что я погнался там за зарплатой, я начал искать работу, соответственно, такой, где бы, ну, сразу бы побольше бы, там зарплата была, там сначала продавцом пошел работать, а потом меня так жизнь привела, что я стал учителем в школе, учителем математики, вот, и, собственно, там я три года отработал, но понял, что, ну, как бы, я вот предела достиг, и все, ну, то есть как бы больше ничего. Либо там какие-то административные нужно было движения туда делать, ну, это совсем мне было неинтересно, и, ну, возник вопрос, чем вообще я хочу в жизни заниматься, что бы мне устраивало, и, там, скажем так, я мог бы этим и деньги зарабатывать, и это мне, ну, в первую очередь нравилось, то есть, и как-то так сложилось, что то знакомые, то друзья говорили, там, про один разработчик, второй разработчик, еще что-то как-то, вот, и курсом я пришел уже, скажем так, чуть-чуть изучив материал, ну, посмотрел вообще, какие разработчики бывают, но все равно была каша в голове, и я решил, что надо просто пойти и попробовать, и, ну, то есть у меня цель для курсов была на тот момент, когда я пришел, я не думал о том, что, вот, это однозначно будет на будущем профессия, и я буду этим зарабатывать на жизни, я просто на тот момент хотел попробовать, посмотреть, ну, вдруг мне понравится, а вдруг, там, как бы, будет все здорово, и, собственно говоря, вот, ну, курсы мне, наверное, это в первую очередь и дали осознание, что это такое, как это работает, и нравится оно мне или не нравится, то есть, и с курсов я уже вышел, вот, с четким курсом, пониманием, таким, что мне делать, вот, как мне развиваться, и, ну, в дальнейшем я уже, соответственно, шел вот по этому пути. А сколько прошло времени после того, как ты окончил курсы и устроился на работу вот программистом? Ну, получается, полгода где-то прошло, но на самом деле здесь, получается, как я занимался на курсах и работал в школе, и я могу сразу сказать, что это очень тяжело работать в другой сфере, и чему, то есть, и чему-то учиться, и заниматься совершенно другим делом, то есть, это вот прям, ну, как бы, после работы приходишь, и тебе нужно кардинально переключить голову, чтобы позаниматься, то есть, и бывают такие моменты, что вечером сидишь и просто тупишь, и вот, не можешь, как бы, сосредоточиться элементарно на чем-то. И я понимаю, что, ну, наверное, вот, работать где-то и, вот, как сказать, переквалифицироваться, это очень тяжело, то есть, наверное, лучший путь это, я не знаю, подкопить денег, вот, как бы, закончить совсем и, вот, идти учиться. То есть, у меня так знакомый тоже, он со мной работает, так поступил, и у него, как бы, все неплохо получается. Скажи, Юра, вот ты три года работал учителем, то есть, ты в целом профессионал про то, чтобы разъяснять людям штуки, объяснять людям штуки. Вот, пока у тебя еще свежие воспоминания, скажи, пожалуйста, вот, как у курса Learn Python получается объяснять штуки, вот, которые сложные по программированию, и как бы ты сравнил, вот, объяснение математики, как ты объясняешь в школе, и объяснение программированием, как мы все пытаемся людей научить на курсах. Ну, тут, я когда выбирал курсы, ну, то есть, я, как бы, осознанно к этому подходил, я понимал, что мне нужно, я обязательно искал оффлайн-курсы, то есть, как бы, мне было очень важно, чтобы я, ну, контактировал с людьми, мне человек вживую объяснял, то есть, вот это было очень важно, да, то есть, и по тому, что охватывает курс, то есть, это должен был быть и для, как бы, какой-то вводный, ну, и не просто там, давайте порешаем задачки, и на этом все закончим. То есть, я знал, что там будет проект, и, как бы, не вот, ну, то есть, я подбирал что-то, чтобы меня окунуло, вот, весь процесс. И, ну, вот так я, собственно говоря, и пришел к вам, так я выбрал. Если говорить про курс, вот, как раз возвращаясь к вопросу, да, то вначале, конечно, немножко было такое, что происходит, ну, то есть, особенно, там, вот, этот первый день, когда, там, целый день, то есть, как бы, тебя окунает в это во все. Вот, я не понимал, что происходит, но было очень интересно, вот так, вот так, вот, то есть, как бы, и, ну, я вроде бы окунулся, и здесь я могу, наверное, плюс такой большой отметить, это то, что, вот, был куратор, и возможность, как бы, его потыкать и сказать, ну, объясни, я не понимаю, объясни, я не понимаю в любой момент, это, прям, суперкрутая штука, наверное, то есть, это, прям, то, что хорошо выделяет на основе других, вот, но, ну, вот, я говорю, была сумбурность, и, наверное, хотелось бы чуть-чуть больше структурированности, то есть, я, наверное, как, вот, человек, который вообще ничего не понимал, ну, такой порог вхождения был немножко высокий, но я могу сказать, что это, ну, человек, который хочет, он... Ну, да, можно считать это тестом на желание, тестом на то, типа, хочешь ли ты вообще это получать, я напомню, что у нас через две недели, если ты понимаешь, что это не твое, то ты можешь вернуть деньги, да, за которые заплатил за курс, поэтому, наверное, в этом смысле нам логично сразу, как бы, дать такой более широкий обзор того, какие вообще есть возможности и чем вообще придется заниматься, и, в общем-то, в этом и задача нашего такого большого вводного первого дня, да, нашего интенсива в первый день. А касательно куратора, да, мы, как бы, осознаем, вот, буквально вчера мы встречались с Мишей Камьевым, сейчас обсуждаем некоторые новые продукты для запуска на курсе, нам давно говорят, что надо бы какой-то продвинутый курс, так что там сейчас кое-что мы на эту тему обсуждаем, вот, но мы как раз говорили про то, что наш подход, он, как бы, не совсем такой, может быть, бизнесовый с той точки зрения, что если бы условные, там, назовем это, курсы на букву «С» или курсы на букву «Г», выбрали бы такой подход, они вряд ли бы вышли на такие, как бы, темпы роста, которые у них есть сейчас, там немножко, как бы, по-другому строится экономика, да, и они, как раз-таки, может быть, многие из этих компаний, они, как бы, ну, в какой-то степени, давайте скажем честно, экономят на контенте и сопровождении студентов, больше вкладывают деньги в маркетинг. Ну, как бы, каждый работает как может, мы слышали разные отзывы об этих компаниях, не будем сейчас ничего про это говорить, ну и плюс, да, ты правильно отметил насчет оффлайна, конечно, оффлайн это наша такая, одна из фич, и мы поэтому и думаем о том, чтобы масштабироваться и другие города с оффлайном, это тоже интересная идея. Да, я тут как раз, вот, хотел сказать, отметить по поводу оффлайна, то, что в дальнейшем вообще, ну, наверное, самый сложный момент это зацепиться после курсов, найти какую-то работу, потому что все равно ты никому не нужен, как бы, и ты ничего не знаешь, у тебя просто, ну, по факту, после курсов у тебя есть понимание, что это, нравится тебе ли это, и дальше, как бы, все в твоих руках. То есть, курсы не дают тебе какую-то профессию, ну, не дают тебе, не знаю, как там, идти и зарабатывать кучу денег сразу, и тебя везде ждут, нет, тебя никто не ждет, и нигде тебе не рады, в основном. И да, если вам обещают что-то иное, знайте, что они на самом деле обманывают. Многие, к сожалению, на нашем рынке. Тут недавно один, вот, опять же, не хочу никаких имен называть, но недавно один известный, будем его называть, бизнес-университет, увидел, что, значит, все занимаются обучением разработки, и решил, что им тоже нужно заниматься обучением разработки, ну, естественно. Тут хайп, надо словить хайп, конечно же, срубить бабла, и опять же, они тоже начали вкладывать бешен деньги в маркетинг, но, вот, к сожалению, такие, такая реклама на многих курсах, мне кажется, она отравляет атмосферу, да, когда говорят, что вы полгода, ну, там, они побольше, да, там, условно, 6 месяцев ты учишься, ну, фактически эти 6 месяцев это то, что наши ученики уже, как бы, самостоятельно, там, может быть, доучиваются, да, вот, там, в течение полугода, там, дальше. Вот, вы учитесь 6 месяцев, вы выходите, получаете, там, позиция джуна-разработчика со средней зарплатой в Москве 100 тысяч рублей, там, и мы вам гарантируем, что вы будете это получать. Это, конечно, все звучит печально немножко. Это звучит еще больше печально, когда мы берем, например, докторов, 15 лет по 8 часов в день, берем переводчика, 5 лет по 8 часов в день, и вот это вот все, ну, как бы, программирование почему-то 6 месяцев парт-тайм достаточно, это меня огорчает, ну, ладно, это мои личные заморочки. Ну, на самом деле, именно дело в том, что на самом деле нет, хотя, конечно же, к сожалению, для многих профессий действительно правда в том, что люди приходят из других профессий, и, ну, вот, я думаю, это пример Юрия, да, и начинают зарабатывать больше, там, даже будучи джунами. У нас есть пример человека, который, нам говорил о том, что он работал 10 лет инженером, и выучился на курсах, и, собственно, стал зарабатывать. Нет, ну, не 100 тысяч, ну, там, условно, зарплату на 60 тысяч, но представьте себе, что зарплату инженера, который работает 10 лет, тоже 60 тысяч. Вот это проблема, конечно, но тут, извините, наши полномочия на это не распространяются, мы занимаемся именно обучением разработчиков. Да, вот про поиск работы как раз, ну, кстати, ты закончил как раз до запуска проекта поддержки, но наш проект поддержки... Он начинался, так как? Он начинался, да, он начинался, да, как раз где-то в это время, как-то, ну, как-то поучаствовал, как-то помогло, что-то из этого? Ну, тут уже, наверное, я просто куратора своего не донимал, говорил, скажи, что, как, чего, то есть он сказал, что там с проектом сделать, как его поправить, ну, то есть, и, в принципе, я вот был, то, что лекции по как составить резюме, как патограмм, все описать, безусловно, мне немного помогло, но хочу отметить, что, как бы, я не нашел сразу работу, я нашел стажировку. И стажировку я нашел у компании, у своего куратора. Это я... Плюс к тому, что оффлайн-курсы, я не знаю, как с онлайн, на самом деле, но оффлайн-курсы, на самом деле, и вся эта, как, не знаю, как сказать, комьюнити, да, то есть, позволяет тебе познакомиться с людьми и просто вот, ну, в неформальном общении понять, то есть, какие-то такие подводные камни, о которых ты не знаешь. Мне куратор говорил о том, что, возможно, у нас там будет когда-то стажировка, и, ну, то есть, я не знал об этом, и уже вот к лету он как раз мне написал, не хочешь попробовать на собеседовании пойти на стажировку. А кто был куратор? Шторняев, Леша. А, Леша, ну, тогда я знаю, какая-то компания. Эта компания, да, Леша Шторняев сам пришел в эту компанию, как сказать, ну, в какой-то степени через наши курсы, не в том смысле, что он на них научился, а в том смысле, что выпускник наших курсов, Семен Осипов, устроился в компанию X5 и начал довольно-таки активно заниматься хантингом. Вот мы все и рассказали. Хантингом, да, людей. Ну, тут поправочка, это он еще тогда не в X5 работал. А, это был еще не X5. Это еще до X5, это еще предыдущий. А, это еще другое. Ну, окей, ладно, в X5 к нам тоже, из X5, короче, в X5 люди тоже приходят. Я понимаю, это Exynos, да, по-моему? Телепорт. Да, что Телепорт, боже. Сколько компаний? Ну, это такая, на самом деле, маленькая, небольшая компания, но, как бы, на самом деле, на тот момент, когда я шел на стажировку, тут тоже нужно понимать, что я, стажировка была неоплачиваемая вообще, при этом она была, как бы, 5-2, полный рабочий день, то есть, я полноценно работал, по сути, получается, два месяца у меня была стажировка, работал джуном, ну, вот, и вообще ничего не получал. Ну, получал знания, на самом деле, то есть, работал за знания, вот. И, ну, наверное, тут нужно тоже тем людям, которые собираются, там, или планируют что-то подобное проворачивать, это нужно понимать, что вначале будет тяжело, и, ну, то есть, как бы, если какого-то желания и энтузиазма нет, ну, вряд ли получится так работать и ничего не получать. И более того, когда мне взяли все, ну, после стажировки уже взяли в штат, там зарплата тоже, как бы, ну, зарплата джуна, маленькая зарплата джуна, и после школы было, конечно, в этом плане так тяжело, обидно, ну, не обидно, но было тяжело в том плане, что по зарплате. Ну, хотя бы в школах зарабатывают больше джунов, это уже радует, ну, касательно системы образования, скажем так. А насчет того, что ты говоришь, да, я недавно прочитал такую интересную мысль одного из предпринимателей в Кремниевой долине, который говорил о том, что наша лень является на самом деле прекрасным, вот Гриша, как нейрофизиолог, может что-нибудь на эту тему тоже сказать, является прекрасным показателем того, чем мы вообще, так сказать, по жизни хотим или не хотим заниматься. То есть, если вам лень, да, что-то делать, ну, именно продолжительное время, да, условно говоря, то есть, понятно, что могут быть моменты, когда устал, там, так далее, отдохнул и опять хочется что-то делать, но если лень продолжительное время и не хочется конкретно этой деятельностью заниматься, то, видимо, это не ваше, и, скорее всего, пытаясь, как бы, заставить себя этим заниматься, вы, скорее, там, выгорите, там, и так далее, да, вот. И, конечно, про программирование, это абсолютно верно, и, кстати, многие разработчики, скажем так, опытные, они немножко скептически относятся к этой волне новичков, которые хотят войти в IT, именно потому, что вот это здесь сейчас платит деньги. Кстати, недавно был на экскурсии в Питере, и там гид рассказывает что-то, и говорит, вот, смотрите, это построил, там, такой-то архитектор, он построил этот дом специально для себя, ну, вы поймите, архитекторы тогда, это как айтишники сегодня, они очень много зарабатывали, это классно, вот. Ну, да, вот, и волна тех, кто хочет войти в IT, именно потому, что здесь можно много зарабатывать, ну, она некоторых, как бы, смущает, скажем так, потому что, да. И низкий порог входа. И, ну, да, относительно низкий порог входа, конечно. Ну, и спрос большой, да, ну, вот это вот все. Но, к сожалению, да, нужно признать, если это не ваше, то не получится, да, будет не очень хорошо, и Юрий абсолютно правильно сказал, что нужно преодолеть много препятствий, прежде чем вы действительно там сможете выйти на какие-то значимые решения, если сможете вообще. Юра, ну, у тебя было техническое образование, оно помогало тебе как-то? Мне, наверное, помогало то, что я закончил российский вуз, а в российском вузе, помимо того, что нужно просто учиться, нужно еще учиться различным другим качествам, да, то есть, скажем так, где-то, ну, то есть материалов много, где-то что-то ты, ну, какие-то обходные пути, я имею в виду, что ты учишь не тупо сидишь и зубришь, а как-то там где-то чуть-чуть выучил, где-то там пошел, ответил, где-то еще, ну, какие-то такие моменты, вот это, безусловно, какие-то полезные качества в жизни, вот, с точки зрения именно технических знаний, ну, то есть, ну, наверное, вуз дает какой-то склад ума определенный, да, технический, это помогает, то есть, как бы, вникнуть в процессы, вникнуть в логику, ну, математика, она бонусом идет. Ну, знали математика, программисты, опять, опять, да, да, тут как бы такой вопрос. Ну, про мышление, да, на эту тему, кстати, у нас был как раз выпуск Сасси, одной из кураторов курсов на тему алгоритмического мышления и так далее, да. Тут я бы сказал, что математические знания, они, как бы, не нужны, то есть, по большому счету, да, вам там какая-то линейная алгебра или какие-то там познания, вмотания, они, наверное, сильно не помогут, но то, что дает математика, это именно мышление. Мышление, оно помогает, то есть, какая-то вот логика, безусловно, присутствует, и это хороший бонус будет, ну, по крайней мере, для меня это было так. Откатываясь чуть-чуть назад, я хотел спросить, а каким проектом ты занимался на курсах, чему был посвящен проект? Проект был посвящен, на самом деле, это тоже, это интересная история, на самом деле, относительно. Моя супруга на тот момент занималась, ну, работала в компании и работала фрилансом, и она занималась тем, что, скажем так, искала конторы, которые занимаются микроэлектроникой, искала их контакты, зарубежные в основном, и потом, собственно, ссылала им письма. Наверное, это не очень правильное занятие. Ну, всякое бывает. Да, как бы такой маркетинг. И я подумал, почему бы не облегчить ей жизнь и не написать парсера, который бы, собственно говоря, делал это все за нее и рассылал сообщения. Вот. Помимо этого, скажем так, на этих курсах я познакомился с парнем, с которым мы вместе скооперировались, и ее очень сложно вспомнить, но он писал тоже, у нас как бы был общий парсер, но он писал, по-моему, из Яндекс.Статистики, вот, по запросам. Зачем, ну, там, для его канала на Ютубе нужно было, чтобы подставлять потом хэштеги определенные. Ну, то есть смотрел по статистике самые частые запросы и потом подставлял хэштеги к своему каналу. Ну, то есть, если я правильно помню. И, собственно говоря, об этом был проект. Вот. Мы его доделали. Безусловно, там, ну, сейчас, если посмотреть, наверное, я уже давно не заходил, не смотрел, на самом деле. На самом деле, сейчас мне страшно туда зайти и посмотреть, что там написано. Вот. Но на тот момент это работало и, ну, в каком-то виде, то есть, там были проблемы и оставались проблемы. Ну, тем не менее, то есть, проект мы сделали. Отлично. Ну, что ж, ты, опять же, телепортируемся немножко вперед. Ты стажер в компании Телепорт. Да, такая игра слов на уровне бога. Ты работаешь стажером в компании Телепорт. Что дальше происходит? Ну, скажем так, я когда вообще в целом про стажировку сказать, если, то, опять-таки, это, наверное, такое второе погружение было, когда я понял, что все, что я знаю, это вообще поверхность. То есть, и полноценная разработка – это все гораздо сложнее. Помимо питона, там еще куча вещей, которые нужно понимать и знать, которые, как бы, нужно изучать. И вот меня погрузили, и я два месяца, то есть, прям, ну, у меня поток информации был колоссальный. Я просто каждый день, я там с огромной головой ухожу, но главное, что я понимал, что я довольный ухожу. Это для меня в этот момент был, наверное, самое важное, что я ухожу довольный с работы, и, то есть, плевать, что мне не заплатят, но я довольный, и все прекрасно. Вот, и когда меня взяли уже на работу в штат, то есть, я не могу сказать, что после стажировки я еще как-то, ну, не знаю, дотягивал до джуна такого полноценного. То есть, мне не хватало знаний, и тут тоже надо отдать должное Тим Лиду, который у меня был, и, то есть, он помогал, рассказывал, давал те задачи, которые, ну, то есть, они были разносторонние, чтобы я не только, там, пилил какие-то, там, не знаю, опишки маленькие или еще что-то такое, да, то есть, были задачи разные, и поди того, что месяц я работал с аналитиками, тупо изучал SQL, и, вот, работал с SQL, и, ну, вот, на месяц вообще забыл про Python, ну, относительно забыл, и, вот, на SQL писал различные, там, у них таблички и так далее, вот, то есть, для аналитиков, и, ну, то есть, это было прям полезно, то есть, тут надо отдать должное, что важен, ну, очень важен хороший куратор, ну, как куратор, Тим Лид, уже Тим Лид, вот, то есть, это для меня был важный аспект, и, как бы, это мне, вот, первые полгода очень сильный уровень мой подняло на работе, то есть, ну, вот, как-то так. Отлично, так, ну, хорошо, после телепорта, соответственно, ну, то есть, какое-то время ты проработал, и как попал в АТОЛ, и, вообще, история про АТОЛ, ты, конечно, сказала за кулисами, что тоже получилось довольно интересно, выпало на, так сказать, интересное время, 2020 год. Я в телепорте доработал до февраля, так получилось, что из телепорта Тим Лид уволился, на тот момент я уже три месяца без Тим Лида работал, то есть, тоже такое себе, на самом деле, занятие, потому что у нас там, ну, как бы, разработчики остались одни медлы, и, ну, мало кто, в принципе, хотел там как-то Тим Лидерством заниматься, и не планировалось нанимать никого. И, ну, и в целом, обстановка была, что все собирались уходить куда-то. Ну, и, соответственно, я тоже начал. Мне, на самом деле, было невыгодно, я хотел побольше опыта получить, чтобы у меня был побольше опыта, и я боялся, ну, то есть, тут, опять-таки, говоря про собеседование, чтобы пройти HR, HR смотрит на опыт работы, и, ну, вот. Ну, да, полгода поработал как-то. Да, ну, и то, и все. Да, и я боялся, что сейчас меня нигде никуда не возьмут, если я куда-то пойду. В телепорте оставаться не хотелось, потому что уже я не получаю то количество знаний, то есть, которые хочу получать. И, собственно говоря, ну, потихонечку начал искать работу, и, наверное, вот это первый такой вот позитивный момент был, когда я понял, что меня зовут на кучу собеседований, и даже полгода хватает, то есть, чтобы, ну, хотя бы звали на собеседование. То есть, полгода назад меня вообще никуда не звали, то есть, это было крайне редко. А тут прям ажиотаж, и, опять-таки, мой товарищ работает, работал менеджером по проектам в Атоле, он говорит, слушай, ну, нам нужны разработчики, хочешь, попробуй собеседование пройти. Ну, говорю, давай, конечно. Сходил к ним, и, ну, на тот момент, на самом деле, мне предложили два оффера, вот. И для меня это тоже было такое, то есть, нифига себе, два оффера. И мне нужно еще выбирать, куда идти, ну, то есть, я долго выбирал, на самом деле, между Атолом и вот второй компанией, и выбрал в Атол, потому что, в принципе, я от своего товарища знал, как у них устроено, что у них полноценно хорошая разработка, что у них хороший тимлид, хорошая команда, и, ну, то есть, для меня эти факторы были важны, и я пошел туда. И, как бы, не пожалел, потому что, ну, вот тут, да, забавная история начинается, потому что у Атола потом начались проблемы, как раз-таки. Я не пожалел, что пошел в компанию, у которой потом начались проблемы. Интересно. А почему они начались? Да, ну, в связи с последними событиями в Атол, как бы, начались проблемы. Я еще даже, на самом деле, на тот момент отработал только два, два с половиной месяца, то есть, еще даже испытательный срок не прошел, и меня сократили. Ну, то есть, сократили, ну, не то, что только меня, сократили очень много людей, очень много разработчиков. Один проект вообще полностью закрыли, и, ну, как бы, я, в принципе, понимал, что, ну, такая ситуация, это никто не мог предвидеть, в принципе, у меня не было, там, какой-то обиды или еще что-то, то есть, да. Все выживать вещи своими венами, зомби апокалипсис. Да, 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 то есть, все выживают, как могут, и, как бы, ну, чего что-то делать. Вот, ну, вот это, опять-таки, наверное, такой сложный период, потому что два месяца я сидел без работы, и, скажем так, в феврале меня тут звали на все, на кучу собеседований, у него было два офера, а тут собеседований практически нету, ну, то есть, в разгар, скажем так, всего происходящего, собеседований практически нету, никуда не зовут, то есть, крайне редко это все происходит. Я два месяца просидел, просто занимался там саморазвитием, самообразованием, скажем так, вот, И потом сначала устроил себя в такую небольшую контору, которая занимается маркетинговыми сайтами. Чуть-чуть поработал, там, скажем так, опыт у меня был такой. Я был один-единственный разработчик на питоне, и вот я осознал, насколько тяжело без человека, который мог бы бить тебя по рукам и говорить, как плохо ты пишешь, справляйся там или еще что-то. То есть у меня было куча вопросов, а правильно я сделал, а может быть по-другому, а может переделать, а может еще что-то. Как бы куча вопросов, на которых я сам себе не мог ответить, мне нужно было, чтобы кто-то посмотрел со стороны. И, ну вот, в этот период у Атолы все началось опять хорошо, они поняли, что все не так плохо. И, ну, то есть я связался с тем лидом, и тем лид говорит, приходи, ну, то есть нам нужны разработчики, давай возвращайся. Ну, и вот и я вернулся. Такая история, да, забавная. И сейчас продолжаю работать. Ну, ты уже, ты говорил до того, что ты был младший разработчик, сейчас ты уже просто, просто, уже, 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 уже middle, да? Ну, ну, да, да, я как бы такого, не знаю, я бы себя оценивал, как столько человек, пришедший, наверное, на ступеньку, но это все настолько относительно, ну, то есть... Junior плюс. Да, я, я, я просто не знаю вот этих границ, когда ты, в какой момент ты от жена становишься медлом. Никто их не знает. Просто, да, зависит, как ты себя называешь, я на самом деле, и более того, иногда смотришь, там, да, кто, кто приходит на метапы, там, иногда мы собирали формочки, где люди писали, у нас там названия абсолютно разные, и зачастую это не особо что-то значит, там, кто-то ведущий разработчик, кто-то старший разработчик, но при этом название старший разработчик не означает, что это сеньор. Это есть компании, которые вообще говорят, у нас там, должности у разработчиков начинаются со старших разработчиков, то есть ты пришел только в компанию на самую, там, начальную позицию разработчик, ты старший разработчик. Почему? Ну, чтобы в резюме там красиво было потом, чтобы там другие смотрели, и это один из бонусов, типа, компанию, ты сразу устраиваешь, а старший разработчик, ну, это все немножко смешало. А обычно, вот, когда мы оцениваем, Злата, исправь меня, если я сейчас ошибусь, то какая вот грубая оценка, да, на джуниор, что значит, при решении задач ему потребуется помощь, скорее всего. То есть надо будет за ним проверять, он будет задавать вопросы, нужно будет отвечать вопросы. Миддл – это разработчик, который будет решать задачи сам. Он это будет делать не всегда оптимальным способом, иногда он будет ложаться, иногда выбирать не те технологии, но, в принципе, ему можно поручить задачу, и эта задача будет в разумное время решена. Когда говорят о синьер-разработчиках, это разработчики, которые действительно хорошо разбираются в каких-то технологиях, которые могут выбрать крутой способ решения задачи, которые могут решать сложные задачи, которые могут решать задачи в совместных со своей технологией областях. Я бы добавила тут, что синьер-разработчика отличается тем, что ЗМУ, он сам в состоянии собрать все требования, все входные данные, чтобы решить эту задачу. То есть это другой уровень самостоятельности, ему как бы не нужно описывать задачку от и до. Ну, тут мы, кстати, идем в сторону софт-скил, тут бы я тебе немножко попонировал, мы сожрем буквально 60 секунд времени. Да, хорошо, конечно, когда человек обладает там и хард-скилами, и софт-скилами, и так далее. Но тут, знаешь, как вот с девокс, который не человек, а роль. Я обычно оцениваю синьер-разработчик, это не человек, это роль. То есть вот мы берем конкретного человека, Злату, да, и про Злату можно сказать, что она там синьер-разработчик, какой-то менеджер, какой-то переговорщик, какой-то паблик-спикер, я не знаю какой. Вот, ну, то есть понятно, хорошо, когда человек это все умеет совмещать. Но в целом для многих команд и задач, сидящий в отдельной келье, синьер-разработчик с нулевыми софт-скилами, там, токсичный, при условии, при условии, что есть сильный менеджмент, который сможет его этими задачами снабдить, а результат использовать во благо компании, это нормалек, но сидит он в своей келье, ему приносят драконов, на выходе аккуратно разделанные туши. А людям туда заходить не надо. Ну, не умеет человек с людьми общаться и не надо, в конце концов, он может замечательно приносить пользу обществу и не общаясь с людьми. Вопрос, что будет, если пока он разделывал драконов, дракон у него с цепи сорвался и побежал бегать по офису? Он уйдет с работы в 6 часов или побежит этого дракона догонять и все... Вот, злата. И тут как раз уже вопрос про какие-то софт-навыки, то, что говорят командный игрок, про ответственность и прочее. Это уже мы приходим на зыбкую почву, когда надо смотреть по конкретным ситуациям и не для каждой компании такой человек подойдет. Абсолютно согласна, что да, в каждой компании требования разные, поэтому все эти границы, они действительно условны. Ну что ж, прекрасное, мне кажется, было реабилитическое отступление от темы подкаста. Ну, я думаю, мы, кстати, в целом обсудили твои первые шаги, Юрий, на этой самой дороге войти, что называется. Хочется пожелать удачи, естественно. Только вперед, самое интересное еще впереди. Я думаю, Злата и Гриша со мной согласятся. О, да, 10-20 лет и ты еще увидишь действительно интересные штуки. Страшные, как пишет Роллинг, но интересные. А есть еще программирование на Хаскель? Ну да, об этом наш предыдущий... С ним, может, и не столкнешься, тут знаешь, как зайдет. Да, об этом наш предыдущий выпуск. Ну что ж, да, большое спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Съемка проходила в офисе компании Skyeng. Спасибо им за предоставленное помещение. Все это при поддержке курсов LearnPython, как вы могли догадаться, и конференции MoscowPython.com, ссылочки в описании. С вами были Григорий Петров, отобрел компанией Avron, юнгеллист MoscowPython, Злата Буховская, юнгеллист компанией NVIDIA, юнгеллист MoscowPython. Я сооснователь MoscowPython Drial Labs. Валентин Домбровский, с нами был Юрий Кашевой, разработчик компании Atoll. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.